Ситуация на Донбассе остается сложной, но контролируемой, сообщают в штабе проведения операции объединенных сил. Активные боевые действия продолжаются на всех направлениях. Боевики за минувшие сутки 50 раз обстреливали позиции украинских военных, из них 19 раз из тяжелого вооружения. Под огонь противника попадает и мирное население, в частности в районе Донецкой фильтровальной станции. Там побывала наш военкор Ирина Баглай. У меня за спиной дорога, ведущая на Донецкую фильтровальную станцию. Вот такую абсолютную тишину обеспечивает присутствие миссии ОБСЕ, которая сопровождает сотрудников на предприятия. В 4 часа каждый день они покидают свои рабочие места. И вот с этого момента этот участок становится красной зоной. Начали ОБСЕшники работать и заводить рабочих на ДФС. А после 7 вечера, когда уже рабочих нету, то начинается обстрел. Один из последних военные зафиксировали еще засветло. Над местом, где выезжают гражданские машины, разорвалась граната. С РПГ стреляли, где он заезд на ДФС, разрыв был, видно. И низко. Ну метров, может, 10-15 воздух. На дороге никого не было, и гражданские не пострадали. Гранатометы, выстрелы из подствольных гранатометов. Чаще всего такой огонь ведут боевики из зарослей в районе Донецкой фильтровальной станции. Подствольный гранатомет, там взагалее его дия такая, что там очень много маленьких осколков. Ну просто очень серьезно может поранить. Ну в зависимости от отстаня, если есть радиус сплошного поражения, то если попадет вот с такого подствольного гранатомета в радиусе 12 метров, шансов выжить будет очень мало. Донецкая фильтровальная станция ДФС обеспечивает водой не только подконтрольную Украине Авдеевку, но и есть инноватую с частью Донецка. Станцию пророссийские наемники не гнушаются использовать в качестве щита. Окрім того, что там працуют мирные жители, там велика-велика колькість химичных речовин, зокрема хлору. То есть катастрофа экологична, доведется эвакуироваться дуже великую колькість населення. В позиции боевиков прямо за станцией. Почти каждую ночь украинские военные наблюдают, как пули со стороны противника летят в сторону ДФС. Через ДФС работает пулеметчик. В принципе, они могут попасть и по рабочим, которые... Ну конечно. Они вот берут специально, обстреливают ее сами. Вот ты стоишь на посту, видно, с их позиции трассера летят по трубе. Помимо площадки для провокации, ДФС для боевиков также удобный способ укрыть тяжелую технику. Техника гудит, легковухи. Ночью танк гудит. Возле ДФС? Да, катается. Там же за ДФС-кой есть дорога, она есеноватая. Тоже, и там танчик гудит. Основной удар из тяжелых орудий боевиков на себя принимает Авдейская промзона. Там стрельба продолжается круглые сутки. Ирина Баглай, Даниль Косаковский, Игорь Щепец из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер».